Добрый час, я с вами, как всегда, Маргарита, это Итси-школа успешных продаж. За последние несколько недель практически каждый из вас пытается определиться, что лучше, Итси-рэнк или мармелит. Кому верить, мармелиду или Итси-рэнку? Очень часто вы задаете вопросы, я все оптимизировала по Итси-рэнку, потом захожу, а в мармелиде мои, подключила мармелиты, а через мармелид показывает мне мои данные совсем по-другому оценочные. То есть, если мы с вами по Итси-рэнку, у вас там грейт А, когда вы заходите в мармелид, у вас грейт чуть ли не С. Что это такое, как это быть и кому верить? Очень часто вы задаете вопрос, кому верить, Маргарита, кому верить? Я вам говорю, что верить нужно всем, потому что все делают, оценивают по определенной системе. Ни мармелид, ни Итси-рэнк, на мой взгляд, не используют одну программу. Это то же самое, когда вы посмотрите на свои инструменты, на ваш рабочий стол. У вас есть спицы для одного размера, у вас есть крючки для одного размера, у вас есть зажимы для другого размера и так далее, и так далее. Вы же не говорите, не доверяете только одному инструменту. Да, вы можете доверить одному бренду, но как питая, у вас много разных инструментов, и на каждую детальку вы используете свой определенный инструмент. Вот точно так же и Итси-рэнк, и мармелид. Нет такого, что вот только мармелидом нужно пользоваться, а Итси-рэнк нет. Либо наоборот, вот только Итси-рэнк, нужно данные отдать, и мармелиду не отдавать, да, то есть посмотреть нужно обширно на картину, и тогда будет понятно. Почему я решила сделать такое небольшое видео? Я покажу вам анализ нескольких листингов, что этот листинг показывает в платной версии мармелид, и что этот листинг показывает в платной версии Итси-рэнка. И мы с вами проведем анализ, характеристику, да, анализ, не характеристику, а сравнительный анализ, вот слово называется, сравнительный анализ, который покажет, что конкретно оценивает каждая отдельная программа. Ну, опять-таки будем работать с моим винтажным магазином, он у меня попадает под такую вот, под бомбардировку, да. Вот мы с вами смотрим данные, как это будет выглядеть в мармелиде, sorry. Давайте возьмем какой-нибудь один листинг, да, ну, например, вот этот по мармелиду у меня листинг C+, да, то есть низкий, есть у меня и А, есть и C+. Давайте мы его откроем, и мы с вами этот же листинг откроем в Итси-рэнке, да, посмотрим, какие данные он дает, Итси-рэнк. Значит, по мармелиду у нас, ну, вот здесь они более-менее близки, да, давайте посмотрим по мармелиду C, по Итси-рэнку B, да, ну, давайте смотреть, за что меня, грубо говоря, наказал Итси-рэнк, и могу я с этим наказанием прожить, либо нужно что-то менять. Во-первых, мы попали, что этот мониторит по двум, автоматически, да, по двум он прошел по OpenBengal, на что я хотела, нацеливалась, и, соответственно, на Southwestern Jewelry. То есть мне такая вот информация выдали, несмотря на то, что у меня тут C-grade B. Смотрим дальше. A little long, that's ok, и так далее. Смотрим, за что меня наказали, да. Меня наказал кто? Меня наказал Итси-рэнк за то, что я CopperBengal, CopperBracelet, да, я SimilarTags. То есть у меня присутствуют похожие теги. Men's CopperBengal, да, мужской медный браслет, native CopperBengal, то есть я, если я уберу CopperBengal, да, у меня будут совсем другие данные. И то же самое CopperBracelet. И я тут поставила guys CopperBracelet. Я могу это удалить, два этих тега, и тогда, возможно, у меня рейтинг изменится. То есть я смотрю, по каким моментам меня наказали. Ну, может быть, мы попробуем с вами изменить. Но могу я это пережить? Я хотела, целилась на CopperBengal. И для кого это, допустим, если будут набирать Men's CopperBengal, да, у меня есть guys CopperBracelet, у меня есть такой тег. То есть это для меня не так сильно проблематично. Буду я на это обращать внимание на рейтинг B? Нет, я не буду на это внимание обращать, потому что я изначально это хотела сделать. И опять-таки suggestion, что у меня меньше десяти картиночек, но бога ради, с ними и так далее. То есть теперь мы идем с вами в мармелит. За что мармелит нас наказал? Значит, мармелит нас наказал за то, что у меня нету длинных ключевых слов, которые изначально нацелены на вот этот вот браслет. Спускаемся ниже, и у нас идет Focus Keywords, да, самое главное. То есть у нас разделяется с вами на Focus Keywords, не основные ключевые слова, и потом таки. Это все как бы соединяется. Значит, у меня ключевые слова CopperBracelet, да, он не идет, он не считается длинным, но, естественно, его ищут, его там большой engagement, я его оставляю. Дальше, помните, я вам говорила, я еще отдельно сделала поподробнее видео, если я пишу длинное составное слово, и C-Rank его разбивает, да, но мой фокус Keywords был какой? Допустим, допустим, OpenBengal, SouthWestern Jewelry, да, то есть открытый браслет, это наш модный стиль. И его мармелит разбил, OpenBengal is SouthWestern Jewelry. Но, опять-таки, если мы посмотрим, ни один из этих ключевых слов, он не является longtail, да, он составной, но он не является длинным, да, более обширным. Почему? Потому что SouthWestern Jewelry, оно может, оно очень обширное. Если я напишу SouthWestern Ring, оно, скорее всего, будет longtail, но он, скорее всего, будет более узким, и, скорее всего, будет longtail, потому что украшений может быть множество, туда кольца, цепочки, браслеты или так далее, а вот SouthWestern Ring, он, скорее всего, будет longtail. Давайте проверим. Longtail, правильно, да, то есть он длинный. Да, меньше его ищут, но вот такой вот момент. Поэтому, когда мы с вами смотрим на... Упси-дупси, мы с вами смотрели вот... Где он у меня? На этот браслет. Меня вот наказали именно за то, что у меня вообще нету longtail focus keyword. Как я могу попробовать изменить этот грейд? Я смотрю на свои длинные, как бы, ключевые слова. Вот, например, у меня SouthWestern Bengal. Да, результаты по ним, вот здесь вот посмотрите, мало результатов и мало ищет. Но SouthWestern Bengal, давайте попробуем все-таки, что сделать, изменить. Я вам покажу, как рейтинг поднимется, если нужно вам поднять этот рейтинг. На данный момент SouthWestern Bengal, да, он у меня есть, но здесь у меня его нет. Видите, SouthWestern Jewelry. Давайте я его поставлю сюда, и я его поставлю как? Я его изменю. Сейчас мы тогда покажем edit. Ради вот просто такого примера я вам показываю. Я ставлю в начало то, что у меня SouthWestern Bengal. SouthWestern Bengal, так далее. Мы это оставляем с вами. И давайте еще для вот этого момента мы с вами попробуем удалить Copper Bengal, да, мы сейчас поиграем с вами. Я удалю the Copper Bengal, хотя... Давайте так вот я попробую сделать, поменять местами. И я publish делаю. И мы сейчас проверим, и в Marmelide изменился ли грейт, и в ItsyRank. Но вот в ItsyRank будет гораздо проще. В Marmelide нужно перезагрузиться нам с вами в MyListing. А давайте сюда, значит, мы смотрим на ItsyRank, и у нас с вами был какой? Grade B. Давайте посмотрим. Опять-таки, Grade B остался. Что у нас? У нас, опять-таки, вот он только один guy's Copper Bracelet. Copper Brace тоже, в принципе, можно... Как же его еще можно назвать? То есть нужно еще вот это вот убрать, и тогда у нас получится более-менее нормально. Смотрим здесь наши листинки. Еще анализируется, поскольку большое количество. Ну и посмотрим. Здесь у нас с вами был рейтинг C, да, C+. И посмотрим, вышли мы с вами на чуть-чуть повыше. Нет, не вышли мы с вами чуть-чуть повыше. Но у нас уже, посмотрите, Long Tail Focus Keyword уже поднялся на 25%. Как только мы прыгнем, еще одно такое ключевое слово найдем вперед. И видите, он у нас уже здесь появился, South Western Bengal, потому что это в самом начале тайтла находится. И вот он у нас с вами сюда вышел, замечательный, стоит. Может быть, еще что-то поискать, найти какое-нибудь такое интересное ключевое слово. И поэтому тогда вот оно будет подниматься. Это вот по одному листингу. Давайте еще какой-нибудь листинг проверим, посмотрим. Парочку, да. Давайте отсюда. Здесь, по-моему, АА будет у нас. Здесь АА. Видите? Чем больше вот у нас Long Tail, тем лучше у нас будет Long Tail Focus Keywords. And Focus Keywords Engagement. Это отсюда берет. Если у вас здесь все хорошо, значит, это будет так подниматься. И кольцо давайте смотрим с вами через It's a Rank. Да, скорее всего, возможно, здесь совпадет. ААА. Да, здесь у нас с вами данные совпали, да, какие-то suggestion. Здесь иногда оно совпадает. Ну, замечательно, совпало-совпало. Давайте идем сюда, посмотрим еще какой-нибудь браслетик или что-нибудь еще. У-у-у, я не знаю, на что кликнуть. Ну, давайте на… Ну, попробуем вот на крестик, на Fleur de Lis давайте попробуем. Fleur de Lis у нас здесь B+, и мы смотрим с вами Fleur de Lis. Fleur de Lis, да, хороший пример будет. Я смотрю на It's a Rank. Значит, по мармелиду у нас с вами B+, идет. Вот, посмотрите Long Tail, длинно-составные, основные, фокус, да, ключевые слова, они замечательные, ну, хорошие. Что у нас тут? У нас их тут… А, это как-то бренд, Carl Art и так далее. Ну, в принципе, тоже еще можно переделать, но Victorian Costume Jewelry, Fleur de Lis, да. То есть это у нас есть, да, Non-Focus Watch Brush. Скорее всего, можно ее поставить наверх и тогда увеличится Great, да, потому что Watch Brush, а у нас ее здесь нет. А Watch Brush у меня разбит стоит, Watch Pin Brush, поэтому он не идет. Я его могу сюда подвинуть, Watch Brush. И смотрим, что у нас с вами по It's a Rank. По It's a Rank показывает CO grade даже D, да, то есть у нас здесь с вами B+, а здесь у нас с вами C grade D. Идем вниз и анализируем, за что меня наказали. Скорее всего, стоит ли мне стрессовать по этому поводу, если у меня It's a Rank. Я иду вниз, я смотрю, что Gold Fleur de Lis, Vintage Brush, Sign Carl Art, бла-бла-бла-бла-бла-бла-бла. И что я вижу? Посмотрите, сколько у меня тут красных крестников. Крестиков. Во-первых, Gold Fleur de Lis. Скорее всего, в системе нет вот Fleur de Lis. Если мы посмотрим Fleur de Lis, он везде по-разному пишется, его, возможно, не занесли в внутренний словарик. Поэтому я на это внимание не обращаю. Да, я могу обратить внимание, если я вдруг сама, как в том случае, да, вязаная, я написала с одной буковкой T, я посмотрела, о, боже мой, кажется, что T это, что-то неправильно написала. Fleur de Lis, возможно, он как-то по-другому пишется, да, possible. Видите, они даже говорят possible spelling error. Fleur de Lis, то есть везде все это одинаково. За это у меня раз, два, три, четыре поинта с меня скинули. Дальше смотрим, какие слова у нас есть. За что еще наказали? Меня наказали за multi-word tag. То есть я только одно слово использовала. Как signed, как victoria. Да, то есть вот вам еще один пункт, если можно написать signed watch broach, да, например, да, либо signed broach, signed jewelry, и тогда уже будет по-другому идти. Victorian, опять-таки, Victorian broach, если я поставила, а не просто Victorian, меня это уберут. Дальше, поскольку я разместила это в секции attribute duplicate, меня, опять-таки, наказали и за это. Давайте мы с вами быстренько попробуем вот этот вот изменить и посмотреть, как оно изменится. Мы с вами два тега меняем. Signed. Мы напишем signed jewelry и victoria. Давайте так вот мы вместо signed jewelry и victoria. Вот давайте мы вот этот вот момент оставим и посмотрим сейчас через its ring, какие данные у нас. Мармелит не сильно изменится, хотя кто знает, мы посмотрим. Значит, здесь мы с вами кликаем на its ring, и у нас с вами был D-grade. И теперь мы смотрим. У нас сразу мы прыгнули на B-grade, да, у нас с вами убрали вот эти вот штучки и показали, что похожие ключевые слова есть watch pin и fleur-de-lis jewelry. И у меня есть fleur-de-lis jewelry. Опять-таки, я могу взять the list jewelry, убрать. Gold fleur-de-lis и посмотреть, как оно опять будет. И тем самым, подгребая вот такие подгреба, убирая вот такие вот маленькие погрешности, вы можете свой листинг вывести. И по мармелиду он, естественно, он так и останется, потому что я... Давайте посмотрим. Он не так много изменений даст. Давайте пока мармелид открывается, мы какой-нибудь еще посмотрим. Вот это тоже был плохой по мармелиду. Смотрим, за что it's a rank нас может наказать. It's a rank опять-таки grade B. Я смотрю, анализирую, что мне тут хорошо. Опять-таки, large pearl bracelet. У меня есть уже pearl bracelet и есть large pearl bracelet. То есть я могу вот это убрать. И carry archer possible, опять-таки, possible spelling. А это опять-таки и... То есть такого, оно очень редкое, редкое украшение, возможно, не такое популярное, поэтому его здесь и не занесли в словарик. Мы с вами смотрим на что, напомните? На fleur-de-lis. Видите, у нас fleur-de-lis упал с B-плюса на B. То есть мы только исправили два ключевых слова, sign jury и victorian brooch. Вот такие вот результаты у нас получились. Поэтому всегда смотрите и анализируйте. Не надо стрессовать о том, что одна программа показывает одно, другая программа показывает другое. Они делают рейтинг совершенно разным. Где-то так, где-то так. Это одно смотрит, это на другое смотрит. Поэтому я пользуюсь всегда двумя программами и работаю с двумя инструментами. Итак, с вами была, как всегда, Маргарита. Это ITC-школа успешных продаж. И мы анализировали, делали сравнительную характеристику с ITC-школом и мармелидом. Напоминаю, все важные ссылки будут под видео в инфобоксе. И задавайте свои вопросы. Будем двигаться, учиться успешно продавать дальше. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok